Продолжаем проходить моих маленьких поняшечек, и это получается у нас финальная серия. Во всяком случае, я сравнил с чужими прохождениями на ютубе, они там длятся по 4 часа, и я остановился на 3,5 часах. Я опять же не спойлерил, просто сравниваю, чтобы знать, какая серия будет финальной, и к чему, собственно, готовиться. Ну и раз такое дело, я сейчас снимаю третью серию поняшек за день, малость под охрип, но с другой стороны, уж как-то неохота откладывать это всё на завтра, чтобы снять только одну серию, и всё, и закончить с летсплеями. Поэтому раз такое дело, давайте всё-таки сосредоточимся, подоберёмся сил, и последуем в очередной раз за нашим белым кроликом в виде нашей бабочки, которая нас ведёт в очередной раз в новые приключения. Стань, ты можешь мне помочь? Конечно. Я тут сегодня должна устроить вечеринку с ужином, сегодня ночью, да, но фук, который я собирался использовать в моём салате, довольно маленький. Думаю, что сможешь это самое использовать поняшью магию и заставить его вырасти, что называется. Без проблем, фруктовый салат, сейчас будет. А чё не овощной салатом с баклажанчиком, что называется, который тоже можно вырастить? Хе-хе-хе-хе-хе. Но нет, нужно снова растить одни и те же тыковки. Вот интересно, тоже пони, выглядящие совершенно как мужик, и при этом с женским голосом, но это современность, поэтому нужно с этим смириться. О, Саня так и прокачала свою магию, и теперь она выращивает все эти тыквы с одного раза, а не с трёх до максимума. Ну, неплохо, хотя бы какое-то развитие она имеет, потому что как персонаж, сами понимаете, она не очень-то выразительная, увы. Как мы уже убедились, столько делает, что принимает за щёку все квестики и вырастает копытцами в землю. Это она делает отлично просто, правда? Ну, хорошо, проходим последний флэшбэк, получается, судя по всему. Или что это ещё? Лимбо, или это альтеративная реальность, или это прошлое. Но в прошлом это быть не может, потому что с нами Мисти и все остальные поняшечки, которых с нами быть не могло в это время, потому что их не было, собственно, с нами в первой игре. Ну, или, по крайней мере, они к нам не присоединялись в команде. Всё, вырастили все тыквочки. А вот как ты их все будешь собирать и катить, это уже твои проблемы, земная поняшка. Хе-хе-хе, лошара. Ох, вау, мои гости будут так впечатлены. Спасибо, Санни. Да, типичная моя работёнка. Санни тоже начинает немножечко как будто уставать от этого. В прошлой серии у нас пипка уже там злым голосом таким, «Чё за проблема опять у вас, сволочи?» Теперь Санни уже, да-да-да, такая у меня работёнка. Все поняшки уже устали, похоже, от всего этого повторяющегося одного и того же безумия с выполнениями квестиков, да? Ну, посмотрим, сколько их ещё осталось и сколько их ещё осталось. Ага. А вот и букта Мэритайн, собственно. Ну да, понятное дело, что мы просто находимся почему-то как будто бы то ли в прошлом, то ли просто во флешбеке каком-то хз, короче, как мы оказываемся здесь и тут же возвращаемся обратно в эти высоты. Но, видимо, это всё магия, естественно. Поэтому чё я удивляюсь? Дружба — это чудо, дружба — это магия. Правда, дружбу нам особо не показывают, просто на неё пользуются и выбрасывают как использованный презерватив, увы. Так что ладно, поведём дальше нашу команду презервативчиков на очередное использование кем-либо, правда же? Так что давайте всем помогаем, ради чего? Только ради шкалы в конце, или не в конце, вот этой вот самой шкалы прогресса, которая у нас имеется здесь, из которой я совершенно не парился, чтобы её заполнять. Настолько не парился, что у меня тут всё, вообще ничего не собрано, ничего не найдено, потому что я не вижу в этом никакого смысла. Ради чего это всё собирать? Просто ради спасибо, что ли? Ради поздравления, ты подебил? Нет уж, обойдусь. Мне вполне хватит и сюжетных квестиков, чем ещё заниматься всеми этими кликерами ради кликеров. Как раз вовремя! Вы так опоздали, придурки! Опоздали? Вы же ассистенты события, которых я ждал, верно? Там столько всего нужно сделать. И вечеринка должна быть просто идеальной для принцессы Пип. А, конечно, почему бы и нет? Я не думаю, что она тебя узнаёт, Пип. Ладно, прай превратить этот мусор в галамусор. Ну, а Пипке совершенно нормально, что её не узнают и не уважают. Ну, кстати, да, хорошо, что она хотя бы не какая-нибудь типичная высокомерная сволочь, а вполне все милая поняшка, как и все остальные. Это здорово, а то, знаете, власть она обычно развращает. Я это и по себе знаю. Хе-хе-хе-хе. Интересно было сейчас заниматься, так подопреглась. Ох, 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 и заставила запуститься эту гробанную железку. То есть, изи у нас ещё и электромеханик, монтажник и всякое прочее. Эм. И что? Как мне нужно туда попасть? Невидимая стена меня не пускает, здесь меня не пускает поняшечка. Чё-то становится сложно ни с того, ни с сего. Вот видите, видите, вот так вот и помогаем всем. Работой тебя завалили, главное, а пропуск тебе не оформили на рабочее место. И как хочешь, так добирайся на работу, правда? Вообще охерительно, просто поражай с этих поняшек. Да, а так вот и помогаем всем, видите, только ради чего? Ради того, чтобы тебя по-прежнему удержали за черни. Как-то это грустно, конечно, правда? Ну, давайте, занимаемся снова своими монтажными работами. Подолвс. Запустили всё. Да я вижу, да я вижу, конечно, что здесь всё запущено, просто ужас какой-то. Нам всё приходится постоянно чинить за всех. Аж грустно. Мы сделали это! Уху! Лучше пойти сказать организатору события. Эм. Чё вы здесь делаете? Я думал, я сказал вам всё исправить. Это сделано и пропылено. Что я могу сказать? Мы просто охренительные. И чё вы хотите? Медаль? Всё нужно быть идеально. Они говорят, что сама принцесса Петтл сюда придёт. Не волнуйся, босс. У меня такое чувство, что принцесса Пип будет обожать нашу работу. Да уж. А вы не можете просто сказать всё-таки это самое, чтобы поставить этого пончика охренявшего на место, блин? Но, видимо, нет. Они слишком скромные для этого почему-то. Ух. Ну и может быть будет сюрприз в конце? Хотя я сомневаюсь, что мы увидим этого пончика и увидим его реакцию на то, что он сейчас только что унижал и опускал саму принцессу Пип. О, как все спавнятся из воздуха. Ну вот, наконец-то. Наконец-то всё подготовлено к этой вечеринке. Что же это будет? Будет интересная сценочка. Спарки! О, Спарки! Следует звук моего голоса! Спарки! Спарки! Где ты, приятель? Думаете, он прошёл здесь? Смотрите! Все поняшки охреневшие. Что же происходит? Да пока ничего. О, наконец-то. О, хера! Это идеально! Теперь выгляди взбудораженной перед вечеринкой. Ах! Шикарно! О нет, это типа очень-очень плохо! Да нормально, красивые декорации, чего мне нравится. Ну же, давайте пойдём найдём Спарки. Он должен быть источником всего этого дерьма. Хорошо, пойдёмте его в очередной разыскать. Но сначала, сначала, естественно, берём селфяшки. Это же важнее всего, правда, пофоткать свою няшную мосечку. Так что давайте фоткаем дальше наш Пип-очко. Хе-хе-хе. И Пип тоже. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Да. Смешно пошутил. Сам пошутил, сам посмеялся, как обычно. Но небо, конечно, прям пипец. Что это за JPG уродливое в 2024 году, блин, ужас какой-то. Не могли хотя бы, блин, красивый Skybox сделать что-нибудь? Что-нибудь там анимированное, не знаю. Ужас какой-то. Ладно, лучше смотреть, конечно, на Пипа, а не на то, что на фоне находится. Так. Лучше смотреть на нашу Пипку, естественно. Так что поехали делать это дальше, естественно, с удовольствием. Хе-хе. Чё, опять тут пончики нас будут арестовывать? Просто нет тому конца, я прям поражаюсь. Что? Будем сейчас собирать мусор? Будем собирать мусор? Нет, не будем пока собирать мусор. Пока что не будем. Но эта мини-игра ещё 100% повторится хотя бы один раз со сбором красочки и всего остального. Ну вот, нужно пробиться к выходу через всех вот этих вот опасных поняшечек с их красными взглядами. Ужас. Стоп, а какого грен? Тут же все поняшки ходят, почему мы не можем ходить, спрашивается. А чёрт его знает, логики в этом никакой нету, естественно. А в этой мини-игре со стелсом тоже самая бессмысленная хренатень, которая только может быть лишний раз унижающая наш статус принцесс, которому нужно быть всё позволено так-то. В конце концов, пип опять же совершенно не скрывается, он уберёт и делает себяшки со всеми. То есть могла бы и воспользоваться своим статусом, чтобы её пропускали везде. Чё, опять? Опять? Опять смузи раздавать! Какого хрена, блин? Вообще делать нечего совершенно. Я поражаюсь просто. У нас типа это самое концерт. Мы отдали, собственно, смузи зигующему поняшку какого-то. Чё за фигня? Зачем, разработчики? Какого всём там смысл, спрашивается? Да-да-да, хватит зиговать, жаре лучше смузи очередное. Какой-то ужас мини-игры ради мини-игр. Совершенно бессмысленные, совершенно ничем не обоснованные. В начале игры разработчики хотя бы каст-сцены запускали с диалогами, а тут прям вообще бессмысла. Просто иди и разноси смузи ни с тобой ни сего. Потому что ты, блин... Тебе совершенно не хрен делать, короче. Да, и мне тоже по жизни не хрен делать. Давайте, ещё один хвостик. Извините, вы видели нашего босса? Он VIP. Вы знаете, очень важная поняшка. VIP, а? Наверное, нет. Он был здесь секунду назад. Всё нормально. Мы найдём вашего гея, то есть вашего парня, да. You're guy, guy, да, естественно. Хотя гей тоже может быть, а? Хе-хе-хе-хе-хе. Я могу почувствовать это. Что-то Мисти там всё время чувствует интересненько. Не хочешь с нами поделиться своими чувствами? Ой-ой, кажется, у нас тут очередная забудованность аномальная. Мисти, пора тебе поработать со своими копытцами. А вернее, со своей магией, естественно, со своей магией, да. Со своей защученной магией. А? Где это я? Ты в порядке? Кажется, тебя эта самая магия, короче, задела. Реально? Надеюсь, моя камера это сфоткала? Я-то была сейчас онлайн на стриме всё это время. Ммм. А что ещё, интересно, можно с тобой застримить, что называется? Хе-хе-хе. Тут как раз в Твиттере разрешили официально опубликовать прончик. Поэтому всё возможно, да? Хе-хе-хе. Главное, расхерачили очередную дверь и пошли такие дальше довольные. И вам каждый раз поражаюсь, когда мы это делаем. Зачем мы всё расхерачиваем? Это же вроде не аномальные двери. Они здесь были изначально, разве нет? Они были кем-то поставлены с какой-то целью. Ну ладно. Фоткаемся дальше, короче. Для всех своих понеграммов. Сейчас мы, конечно, к граммам пони закинуться, а не вот этого тухё. Хе-хе. Мне кажется, здесь просто охренительно много аномалий. Здесь тонны их. Мы, наверное, приближаемся к Спарке. А потом он просто телепортируется и пойдёт создавать аномалии в другом месте. Как-то ощущается, знаете, совершенно бессмысленно всё происходящее из-за этого, потому что мы даже не можем устранить источник всего вот этого вот. Мы просто догоняем источник, он каждый раз от нас сваливает и создаёт проблемы в другом месте. Это может бесконечно повторяться, знаете ли. Да. Ну ничего. Бесконечная игра, к счастью, быть не может. Да, пока что. Пока ещё игры не могут генерировать нейронками. Так вот тогда игры могут реально быть бесконечными во всех смыслах. Ну-ка. Ну что у нас? Возможно, это будет последняя покатушка, поэтому я возьму Сани, всё-таки главную героиню в какой-то веке. Пускай она что-нибудь сделает. Хотя я не знаю, почему каждый раз говорится, что это будет на этих самых на роликах поездочка, если каждый раз мы ролики не используем, даже в засании. Так что допустим. Эх, но всё ещё, конечно, не очень по сравнению с погоней за спрайтом в предыдущей игре. Эх, где же серьёзность? Где же эпик? Где же хоть что-нибудь происходящее? Где же весь этот фашизм поняшет друг другу? Но, видимо, разработчики посчитали, что те времена уже прошли, и если в 2022 это ещё была нормальная тема, то вот сейчас уже, так сказать, жизнь пегасов не важна больше отмене, поэтому можно за них уже не выступать и игры про все эти конфликты не делать. Не-не-не. Ну и ладненько. Повторим ещё одну мини-игру под конец. Надеюсь, там будет ещё что-нибудь уникальное всё-таки под финал, а не только вот это вот всё в 50 тысяч раз повторённое. Да. Вообще, конечно, мог бы этим воспользоваться и просто расслабиться, и помолчать немножечко, послушать весёлую музычку. Но, сами понимаете, летсплеи, они не про это. Вы тоже можете при желании просто включить на ютубе прохождение No Commentary, где никто не будет нести всякую фигню и перебивать классную музычку и весёлые голоса милых поняшечек. Но только они со мной. Я должен трудить до самого конца, даже если уже совершенно нету сил это делать, потому что я весь такой уставший по жизни, увы. Ну ладно. Всё равно вот такие вот милые игры немножечко, что называется, будоражат мои старые кости, и заставляют меня немножечко, это самое, пошевелиться и подумать. Пораскинуть мозгами. Сказал я и пошёл играть в игры, где пресс едут вина, да? Ух ты. У нас прям таки камовый туман поднялся. Это здорово. Святые блестяшки! Ещё больше аномалий! Пошлите, давайте пойдём последуем за ними. Я могу поставить в свой копыто, что Спарки там, где всё безумство. Да? А если нет? Если это окажется Спрайт? Нам же так-то сказали в одной из катсцен, что здесь старый шериф находится. То есть это же был Спрайт, разве нет? Ну, видимо нет. Хз. Так, и зачем мы это сейчас подняли, спрашивается? Мы всё равно не можем здесь залезть. Ага, понятно. Нужно собрать, проскролив всю толпу поняшек, нужно собрать все-все арбузи. Всегда, конечно, кролики интересно копают. Взяли там, выкопали норки, закопали норки. Эй, кролики, можно по вам попрыгать? К сожалению, нельзя, у вас нет физических моделей, только нарисованные. Вы все ненастоящие, вы все фальш. Всё с вами понятно. Ну, секундочку, ещё раз всех проскроллим. Скролл, 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 не то, не то, не то. Ужас просто. Жаль, что на хища нельзя переключаться на автомате точно так же. Перед этими бочечками всякими. Там какой-то охранник охраняет уже закрытый ворот, а что он там делает, собственно, если уже всё закрыто. Расходитесь по домам, тут не на что смотреть. Буквально не на что, потому что мы уже на всё посмотрели в начале игры, и дальше видим повторение одного и того же, так что тут реально не на что смотреть. Очередное стадо баранов требует, чтобы наша пипка немножечко поработала своей пипкой. Да, вернее, своими смартфонами, естественно, да. Поэтому фоткаем, да. Это было быстро. Пф, очень интересный мини-игр, конечно, правда, завершающийся, блин, за одно нажатие буквально. Зачем было их вообще делать, разработчики? Ну, к чему, реально? Это что, какое-то искусственное растягивание геймплея, блин, чтобы инвесторов задобрить или ещё что? Чтобы показать, что у вас игра не на 5 минут в этот раз. Вот он, Спарки, пойдёмте. Пуф. И испаркился в очередной раз. Какой интересный позе летает, Поняшечка. Помогите, Поняшки, утащите нас отсюда. Вот видите, видите, Поняшка буквально зовёт на помощь кого угодно, но ни одна мразь не хочет помочь, естественно. Видите, все там сидят по скамеечкам, бухают свои смуты, залипают в смартфоны. Вау, прям реализм какой-то, знаете, в реально мире, наверное, нечто подобное, то же самое будет, что называется. Если кто-то попадёт в беду, все остальные будут скорее фоткать на смартфончике, чем помогать, правда же? Вполне может быть, поэтому возможно, что эта актуалочка у нас такая так-то, лишний раз показывающая, что вокруг одно сплошное быдло, думающие только о себе. Так что этот мир обречён. И мир Поняшек, видимо, тоже, раз у них всё то же самое, что и в реальном мире, правда? Эпоха смартфонов, что называется. Но ладно. К счастью, у нас всё ещё есть Сани. Она готова самоотверженно просматривать одну и ту же сцену, каждый раз удаляя одну и ту же аномалию на одной и той же маленькой круглой площади. Поэтому, раз она может, то и мы тоже сможем. Давайте сосредоточимся, соберёмся, и будем пафосно спасать мир. Ничего, по сути, потому что ничего здесь не происходит, по сути, конечно, но всё-таки. Давайте. Ещё одна аномалия. Кстати, красивая иконочка у аномалии справа такая, симпатичная. Аномалия выглядит довольно жутко. Прямо-таки воронка какая-то здоровенная целая. Сякундочку. А как мне нужно было попасть наверх, спрашивается. Как будто вон там, но там же не было прохода никакого, или что? А, вот, вот, точно нужно было нажать на пипку в очередной раз, чтобы она нам вызвала облачка, естественно. Всё. Давай, Санни, ты справишься. Ещё 50 раз покажи свою позу удаления аномалий. Кстати, в этот раз была довольно быстрая анимация. Все поняшки в порядке? Благодаря тебе. Это было шикарно. Да не парься. И всё залило камом внезапно. Этот туман, конечно, жуткий. Ну хорошо, пробиваемся дальше. Мы сможем. Давайте, давайте, наберёмся силы, смелости, как она называется, доброты, справедливости, терпения, короче, всех тех качеств андертейлорских. Смотрите, это Спарки впереди. Охренительные стражники даже не смотрят никуда, просто вот прям перед ними возник дракон, они такие пырят вверх, типа, если я буду это игнорировать, то оно исчезнет. Ага, оно, собственно, исчезло, это сработало. Видите, что нас-то не замечают, да, естественно, нам они зигут сразу же, козлы такие. Поражаясь просто. А мы так не можем, интересно, если мы проигнорируем все эти квесты, они исчезнут, и их не нужно будет выполнять, все эти однообразные активности. А, это было бы тоже здорово. Да, ну, собственно, да, большая часть активности, конечно, мы скипаем все равно, выполняем только сюжетные, понятное дело. Понятное, понятное, я в этой игре сколько раз сказал слово «поня» в составе слова «понятно», что прямо поражает, насколько же это в тему, правда? Мы залезли в какую-то мусорную свалку. Вот, видите, видите, вот она, изнанка вашего мира дружбы магии. Видите вот эту вонючую гнилую помойку с этими ржавыми бочками, с этим срачем повсюду? Вот так-то, так-то. А вы думали, красивый, яркий, волшебный мир? Вот она, реальность этого мира, так-то. Все. Теперь мы все увидели. Теперь мы знаем, что на самом деле такая же помойка, как у людей, в принципе. Все как у людей. И смартфончики, и безразличное отношение к окружающим их страданиям, и в том числе и засранность. Да, какой же получился реалистичный мир, правда? Хотя, казалось бы, дружба магии, все должно быть светло и солнечно и нереалистично. Да, и почти всякие ублюдки, желающие тебя понимать. Не, реально, чё это за свет сверху? Откуда исходят эти конусы? Они же буквально из воздуха светят, чё за нахрен? Да, вот тебе и магия, блин, ужас какой-то. Ну, естественно, принцессу здесь тоже никто не знает, разумеется, поэтому, как видите, пройти ей так просто не дадут, разумеется. Э? Фига, конечно, этого пончика, какой угол зрения безумный видит, он просто увидит прям позади себя в том числе. Вот это прям безумный чел, просто ужас. Ну что ж, продолжаем повторять одно и то же надежды на изменения, естественно, раз уж мы заговорили про безумие в очередной раз, правда? Хе-хе. Мучениям нашим нет конца. И одним этим же квестом нет конца. Здесь уже никто, как видите, нас не пытается остановить, всем всё нормально. Просто ужас, сколько же этот мир непостоянный, правда? В одном месте нам мешают, в другом не мешают. И каждый раз этот сраный дракон от нас убегает, я его уже ненавижу на самом деле. Спайк был милым и при этом достаточно взрослым. Этот говнюк меня уже злит просто. Спарки, Спарки! Мать твою! Спарки, где ты, козёл? Там она уже от нас бегать. Вот он где. Ой, поймали этого ублюдка наконец-то. Спарки, я наконец-то нашёл тебя. Ты в порядке? Ты меня сильно напугал, приятель. Мы должны помочь ему, пока он не исчезнет снова. Ладно, поняшки, включайте свои большие мозги. У нас тут больной дракончик, которого нужно подбодрить. Идеи? У меня, конечно, есть идеи. Эм, летание. Это весело. Весело – это хорошо, да? Я придумала. Супы в брокколи. Эта штука мерзкая, зелёная и слишком хороша для тебя. Как ты чёт хорошей книжки? У меня есть хроники чевали здесь. О, или песня. Почувствуй себя лучше, маленький дракончик. Я не доктор маленьким дракончиком, но холодненькое смузи всё время даёт мне буст. О, мне нравится эта идея. Смузи – это хорошо. Смузи, Спарки-маларки. Это звучит хорошо. Кажется, он хочет смузи. Ну, естественно. В этом мире гробных наркоманов все хотят только смузи. Никто не хочет попить тёплый чаёк с конфеточкой. Нет, всем только смузи, смузи, смузи. Ингредиент для смузи. Печенька. Да? Я думаю, печеньки едят с чаем, а не смузи из них делают. Не так быстро, а всё ещё нужно сделать ещё что-то. Да в смысле, блин? Вы, блин, прикалываетесь, что ли, за своими фейч-квестами сранами? Что это такое-то? Прям вот никто нам не даст просто сделать ни шага. Я просто поражаюсь с этого. Да. Наша цель находится так близко, но всё же нам нужно развернуться и пойти в совершенно другую сторону. И чё? Мне говорят идти в тупик, где ничего нету. Спасибо большое. Здесь мы встретили в прошлый раз, собственно, нашего дракончика. Но теперь нас не пускают дальше. Только не говорите мне, что игра заглючила и перестала работать. Надеюсь, тут есть какой-нибудь обходной путь. Сейчас будем искать. Да блин, застрял-то ещё в стене, из-за камеры дурацкой. Что происходит? Почему мы так страдаем? А, то есть мы просто ищем обходной путь через этих поняшек. В очередной раз нарушаем все правила, правда? На кой хер они блокируют путь, непонятно. Учитывая, что здесь обычные пончики тоже вон вполне себе ходят. Ещё один фашист зигует тут при этом пройти. Кошмар! Что творится? И зачем оно творится? Что это было? Вы думаете, это был Спарки? Ням! Нужно добавить вот это. А не слишком ли многое, однако, ему будет? Он не лопнет случайно от таких ингредиентов-то, спрашивается. Да. И чем вам вот эти вот гигантские зефирки не угодили? Можно было их тоже взять, собственно. Или вот этот вот гигантский... Что это такое? Это манго, что ли? Я не особо разбираюсь во фруктах, потому что фрукты, они для богатых так-то. А я не щук, поэтому я только овсяночку употребляю. А не вкусные, полезные продукты. Да, наверное, это Спарки делает. Ну здорово, что, Спарки, получается, сам нас в какой-то веке ведет к цели, а не мешает нам пройти. Я, блин, ненавижу детей, и даже если это дети-дракончики, они все равно вызывают у меня одно раздражение, блин. Только делают, что хренэчут и что-то хотят. Да, уж. Как мои подписчики, блин, желающие одного странного Undertale постоянно. Да, то же самое. Какая знакомая ситуёвина. Что-то у меня совсем сломался, кажется, курсор, меня ведут вообще куда-никуда не нужно, да. Вернее, не курсор, а бабочка, так-то, да. Курсор, блин. В этом есть самые лечащие ништяки. Наверное, Спарки понравятся лечащие ништяки. Короче, эти самые все эти игры не называются. Витамины и минералы. Просто скажите эти два волшебных слова, и можно продать абсолютно любую хренатень. Просто скажите, что в ней есть витамины, минералы, что она лечит от рака и всякое такое. Ставит вас раком и всякое такое. Так, ладно. Оу-ноу! Если это продолжится, у нас будет целый мир проблем. Это сработает. Чем бананчик увидела? О, это сработает, да. Сейчас мы дракончика на этот бананчик как насадим, он сразу же у нас повеселеет. Хе-хе-хе-хе. Ах, да. Да я уже готов его на что угодно насадить, этого взрослого дракона, столько проблем из-за него. И при этом интересного сюжета из-за него не было. Никакого конфликта не было, только гоняйся за сраным бэйбиком, блин. Ужас какой-то. Это не то, чего я ожидал, безусловно, это расстраивает малость. Спарки становится хуже, нужно поспешить! Он сейчас умерет без дозы с пузи. Это все ингредиенты. Полезные и вкусные. Да, я херею с этих наркоманов, конечно, блин. Поколение смузи, мать его, блин, ужас какой-то. Что творится, спрашивается. Ну давайте, пошли скорее с бацами в это гробанное смузи, пока он не помер, блин, от смузи его истощения. И так быстро, а все еще нужно что-то сделать. Да в смысле что-то сделать? Почему что-то сделать-то? Мы так-то в прошлый раз ничего не сделали, а просто обошли другим путем это место. Ну а здесь меня не пускают, как видите, блин. Меня не пускает невидимая стена в очередной раз. Да, я сейчас с ума сойду со всем этим. А я-то думал, что финальная серия у нас будет интереснее и веселее, но похоже я ошибся. Но у нас будет просто очередное мучение сплошное с этими фич-квестами. Достать смузи для дыракончика любой ценой. Даже если мы все сдохнем от истощения, потому что мы ни разу ничего не выпили и не съели за всю игру, только раздавая всем смузи. Ну-ра? Ура, еще один уровень пройден, еще до лицоскрывающая боль. Да, боль от всего того, что превратился в этот мир, блин. Все ради потакания одному дракончику. Э, немножко быстрее, Сани. Иду, иду. Все, подсадили дракончика на эту хренатень наркоманскую. Надеюсь, это сработает. Ты сказала, это сестра. Напряжение вроде такого устраивает, короче, проблемы с речью, с голосом. А теперь что? Смотрите. Все? Кажется, это работает. Ура, мир спасен. Хорошо, что можно все просто откатить, правда? Эй, приятель, тебе лучше? Это немножко прибавило зелени в трючочках, да? Кто теперь счастливый маленький дракончик? Хорошо сказано, Спарки. Неплохо, маленький большой дракон. Простите за все проблемы, ребята. Он такой, но он просто... Он Спарки. Он Спарки. И по-другому быть и не могло. Что вы скажете, если мы возьмем что-нибудь пожрать до начала вечеринки? Да, я голодаю. Наконец-то! Смузи из этого самого какой-то там хрени, как называется, это Трейзин. Я уже забыл пятьдесят раз, тысячи раз видел это слово и каждый раз забываю его значение. Разблокирован бесконечный режим. Теперь можете играть в бесконечном режиме в мини-игры. Нет уж, спасибо. Мне хватило бесконечных игр и так здесь в этом всем. Так, портал для путешествия во времени. Открылись какие-то разные порталы. Используйтесь, хотите вспомнить старые времена и переиграть часть истории. Поздравляем, вы завершили главную историю. И вот ваша награда. Лицо, скрывающее боль у Сани. Ну, не стоило ожидать, что покажут эту вечеринку. Я думал, что там будет какой-нибудь концерт на пару минут, ага. В итоге не было вообще ничего, тут и сказали, что они пойдут на концерт и всё. А вот такие вот эти ограниченные игры с бюджетом в полтора до ширака. Столько слов и мало дела. И вся игра это по сути просто бегание за сраным дракончиком. Обидно, конечно, обидно, да. После предыдущей игры хотелось чего-нибудь серьёзного. Как раз таки потому, что в предыдущей игре был в итоге такой более-менее серьёзный сюжет с этими фашистами-поняшками. А тут, видите, тупо бегали за драконом всю игру. И всё. Ещё и за таким мелким, уродливым, противным дракончиком, чтобы создать ему... Чтобы скрафтить ему смузи и сделать из него очередного бессмысленного наркомана, который будет только думать, что бухать смузи, бухать смузи, бухать смузи, который будем раздавать, раздавать, разносить снова и снова и снова. Я просто... Я просто сумасшив сойду от этого мира. Ну ладно, ладно, я просто подустал снимать три серии за один присест, потому что хотелось уже сразу же с этим разобраться, раз уж начал. Меня же никто не заставлял так-то, я сам решил поиграть в эти игры. И в принципе, в целом... В целом я не жалею, потому что поняшки всё равно симпатичны, и мир довольно симпатичный. Но, безусловно, в этой игре вот она хуже, чем первая, не только из-за этого сюжета дурацкого, но и из-за растягивания одного и того же геймплея этими бесконечными одинаковыми мини-играми. С одними и теми же айссетами, одним и тем же переиспользованием одного и того же, с одним и тем же собиранием красочки для нашей изи. Да. Но в любом случае игра всё равно достаточно короткая, поэтому если вам просто хочется побегать и попробовать за поняшек, то обе эти игры вполне хорошо подходят для этого. Тем более, что, кстати, вроде бы я где-то в интернете находил, что кто-то делает русификатор к этой игре, фанатский, текстовый, очевидно. Поэтому вы тоже сможете скачать этот русификатор, и проиграть в эту игру, собственно, уже с русскими субтитрами, и пройти её в своё удовольствие, собрав всё вот это вот на 100%, если вам хочется. А я просто прошёл сюжет, и в принципе, по крайней мере, доволен тем фактом, что я немножко причастился к франшизе маленьких поняшек спустя все эти годы. И, конечно, это меня не заставит посмотреть сам сериал, к сожалению, как-то не особо интересно 50 тысяч раз смотреть про смузи, смартфоны и дракончиков всех этих, что будет, скорее всего, в основном в сериале тоже, правда? Может быть и нет, но мне вполне хватило. В любом случае, теперь после этой игры мне будет гораздо приятнее лишний раз увидеть этих поняшек на ешечке, потому что я их там видел не раз так-то, но ни разу на них не обращал особого внимания. А вот теперь они мне стали чуточку ближе, так что да. Это было не зря, и эту игру я тоже снял не зря, как предыдущую. Хоть получилась она, конечно, не очень, как игра, я считаю, но всё равно. Вполне нормальное детское развлечение, поэтому почему бы и нет. А вот я его прошёл себе в удовольствие, и вам, возможно, тоже. Ну и теперь пора покидать франшизу поняшек уже, возможно, навсегда, потому что других игр по этой франшизе вроде бы нет. По крайней мере, полнозерных интересов, которые стоило объяснять, как Клуб Винкс, или как, собственно, вот эти две игры. Так что на этом получается всё, и перед тем, как я закончил летсплей, собственно, нужно сказать свои планы на ближайшее будущее. Из-за того, что сейчас начинается лето, начинается адская жара, я сейчас уже не буду ничего снимать, скорее всего, все три месяца. Но если только будут заказы на бусте, или если выйдет что-нибудь интересное, особенно важное, типа Дельтаруны, там, или, не знаю, DLC Катомик Харту, тогда я, конечно, поснимаю летсплей, но... Если нет, то на все три месяца я беру, типа, каникулы. Понятное дело, что эти три месяца я буду всё равно упорно работать, я буду, во-первых, рисовать, у меня очень много планов на эту тему, и, во-вторых, хочу снять кучу уникальных роликов для канала, связанных с играми и некоторым моим творчеством, так сказать. Поэтому, собственно, работать я всё равно буду постоянно, даже во время этого, так сказать, отпуска. Просто пока что будем отдыхать от летсплеев, чтобы сильно не запариваться. Но, если что, всё равно мой бусте открыт, и вы можете всегда заказать за символическую цену, что называется, летсплея какой-нибудь игры, чтобы я и её тоже прошёл, обосрал и опошлил, как я это только умею делать, увы. Но ничего, кому-то это всё равно нравится, и получается, что я делаю это не зря. Вот так вот. Так что, спасибо, если вы были с вами на протяжении этого летсплея, и увидимся в следующих играх.